Добрый день еще раз. Бедеров Игорь, компания Нетрнет Розыск. Четыре последних года мы занимаемся практически исключительно, практически все время мошенниками, работая с ними предупреждением рисков мошенничества. И за эти четыре года мы, в большей части с помощью МВД, собрали некоторую статистику, которую хочется с вами поделиться, потому что статистика эта весьма печальна. Так сложилось, что начиная с 2014 года мошенничество у нас в стране постоянно растет. Если в 2014 году мы говорили о 160 тысячах, зарегистрированных официально в стране таких видов преступлений, то к 2017 году это число составило уже почти 223 тысячи преступлений. При этом раскрываемость данных преступлений постоянно снижалась. Если в 2013 году это было 36%, потом 24%, потом 18%, в 2017 году мы скатились до 17%. Почему так происходит? Попробуем задать эти вопросы правоохранительным органам, которые в различных интервью, в различных статьях пытаются интерпретировать, дать нам ответ на этот вопрос. Ответ номер один, который дает МВД. МВД находится на переднем краю борьбы с преступностью, поэтому оно наиболее приближено в данном случае к нам, к простым гражданам, к бизнесу, который прежде всего здесь и рискует. МВД говорит, что у нас происходит повсеместное увеличение новых видов преступлений, новых методик преступлений. Преступления все больше и больше совершаются при помощи сети интернет. Какие это виды преступлений? Их очень много, назовем только несколько слайдов. Различные интернет-магазины фейковые, площадки на действующих Авито, Сланда и иных досках объявлений. Это фейковые интернет-магазины, это клоны компаний, которые существуют в интернете и от их лица пытаются осуществлять данную деятельность. Более того, правоохранительные органы отмечают и то, что огромную аудиторию в сети интернет, в мессенджерах имеют различные каналы, на которых начинающих преступников, начинающих мошенников обучают ведению дел, новейшим схемам мошенничества, методам работы правоохранительных органов и защиты от этих методов. Все это порождает текущую ситуацию, по мнению МВД. Но не только это. Отмечается генеральная прокуратура. Так генпрокурор Чайка в своих неоднократных выступлениях отмечает рост числа тех преступлений. Ну, что наиболее близко ему? Экстремизм. Огромное число экстремизма в интернете. Ну, все мы прекрасно понимаем. Сейчас пошла некоторая даже декриминализация данных статей. Сейчас отменено привлечение идет к уголовной ответственности за репосты. Но, тем не менее, пока еще в нашей стране около 500 дел за репосты различной экстремистской информации имеет место быть. Следственный комитет. Бастрыкин, в свою очередь, отмечает важность для нас, для правоохранительных органов того, что должны произойти некоторые изменения. Изменения в материально-техническом обеспечении, полиции, следствия. Должны быть разработаны новые методики расследования преступлений, новых преступлений. От себя добавлю, что должны быть, разумеется, разработаны и программные комплексы, которые должны предупреждать эти риски. Потому что все, что мы сейчас говорим, мы говорим исключительно про расследование. Расследование – это еще не все. Рост преступности таким образом, хотя это не видно так по статистике, которую публикует прокуратура, которую публикует МВД. Реально правоохранители связывают с ростом именно интернет-преступности. И снижение раскрываемости они также связывают с ростом интернет-преступности. И предыдущие заявления руководителей силовых ведомств также об этом говорят. Правоохранители плохо, нет нормальной материально-технической базы, нету квалифицированных кадров. Они вынуждены работать теми силами, которые у них есть. И это, в свою очередь, порождает снижение раскрываемости. И эта безнаказанность при отсутствии нормальной раскрываемости порождает дальнейший рост преступности. Вот примерный парадокс. Часть даже интернет-преступлений, часть кибермошенничеств, часть взломов вынуждены для того, чтобы сохранить статистику, скидывать на участковых. Единственное УРМ, доступное которому, это поквартирный обход жильцов дома, находящегося на его территории. Но о каких преступлениях в сфере высоких технологий тут можно говорить. Теперь вернемся к бизнесу. Мы же защищаем, прежде всего, бизнес, мы делаем для них какие-то продукты. Согласно гражданскому кодексу, предпринимательская деятельность, бизнес у нас осуществляется исключительно на свой страх и риск. Под этими словами, под этим гражданским кодексом, правоохранительная система нашей страны буквально расписалась в том, что они не будут предупреждать риски. Они сказали, есть бизнес, мы даем какие-то государственные открытые массивы данных, есть некие сервисы, которые тоже являются бизнесом, пользуйтесь ими и за счет них предупреждайте свои риски. Но эти сервисы не работают, и мы разберемся почему. Почему? Согласно статистике, недавно опубликованной PricewaterhouseCoopers, за последние два года до 66% действующих предприятий столкнулись с рисками экономических преступлений и мошенничества. Наибольший вид преступлений, с которыми они столкнулись, было присвоение активов и мошенничества, внутреннее и внешнее, внешними контрагентами совершенными, либо своими сотрудниками. Что это для бизнеса значит? Бизнес, видя, что полиция ничего не делает, нет, она делает что-то, но то, что она делает, не хватает сейчас на данном этапе, чтобы защитить бизнес, чтобы предупредить риски. С другой стороны, государство в то же время пытается бороться с незаконным бизнесом, отмыванием денег, финансированием террористов и так далее, и так далее, и так далее. Бизнес простой, вынужден что-то тоже делать, и бизнес уходит в тень. Он уходит именно в ту сторону, где он наименьше всего защищен. Он прямо направляется действиями, текущими действиями государственных органов в лапы мошенников. Действительно, есть большое число, больше 30, больше 40 уже сервисов, которые обрабатывают ту или информацию, которые вроде как должны позволить нам получить адекватную оценку контрагентов, деловых партнеров, физических лиц. Но у них есть огромное количество недочетов, с которыми невозможно мирить. Они, по сути, своими действиями вводят нас даже в заблуждение иной раз. И первый из примеров, я буквально каких-то частностей коснусь, первый из примеров, это фактически невозможно сейчас при помощи действующих сервисов проверить индивидуального предпринимателя. Вот недавно появился в фейсбуке такой замечательный кейс Дмитрий Портнягин, трансформатор и так далее, популярный инфобизнесмен, ведущий каналов. Ни один из сервисов, которые существуют на рынке, не смог обнаружить банальное арбитражное дело в отношении Портнягина на 6,7 миллионов рублей за то, за счет чего он живет, за продвижение в интернете. Без продвижения в интернете нет Портнягина. И тем не менее, это арбитражное дело имеет место быть, и тем не менее, это арбитражное дело не агрегировано ни одним из сервисов. Как проверить? Вопрос к ним. Второй пример. Введение в заблуждение относительно реального статуса контрагента. Есть замечательная фирма, Уфимская, ПСК-6. В 2017 году коммерсант и ряд других крупных издательств опубликовал информацию о том, что руководитель ПСК-6 Носков находится в федеральном розыске. Действительно, какие-то проходили судебные дела, там эта информация имела подтверждение. Прошел год, ПСК-6 по всем сервисам, существующим на рынке, к сожалению, не смотрел Олег Викторович Глобас Ай, по всем сервисам, что я видел на тот период, фирмы, возглавляемые Носковым, благонадежны. При этом он по-прежнему их возглавляет, он является директором, фирма благонадежна. Попробуйте заключить с ней сделку, директор в розыске. Идем дальше. Отсутствуют простейшие средства верификации контактных данных. Контактными данными вообще у нас не занимаются, не любят это делать. А предпосылки к этому есть. У нас было прекрасное расследование в начале этого года. На электронной торговой площадке Сбербанка СТ, это на минуточку 49,8% всего рынка электронных торгов в России, регистрируется предприятие. Предприятие называется нефтетранссервис. Оно очень крупное, оно имеет несколько миллиардов оборота, очень серьезное, с офисами в Москве, занимается нефтеперегоном, естественно, для нашей страны. И что получается? Предприятие зарегистрировалось, открыло заявки торговые на поставку электроники, на поставку кабеля. Заключило некоторые договора с контрагентами, получило от них эту поставку, их там три было поставки, и благополучно ушло со связи. Как так получилось? А все очень просто. Ни одна из электронных торговых площадок, будь то Сбербанка СТ, иная другая, будь то площадки для перевозки грузов, такие как АТ, они не верифицируют своих пользователей, они не проверяют этих пользователей. И своим присутствием, своим нежеланием заниматься проверками, они создают дополнительные риски. Как риски имущественной экономической безопасности, так риски репутационные. Потому что, например, для нефтетранссервиса это никакой не финансовый риск. Ну, использовали их имя, мошенники, бывает. Но это репутационный риск, потому что будут какие-то иски, будут заявления в полицию, будут какие-то публикации в СМИ, упоминающие их компанию уже. А для поставщиков, разумеется, это прямые риски, упущенные выгоды, это прямые риски потери товара, которые они поставляли. К слову сказать, наш сервис, который мы разработали, телефон поиск, позволил это дело расследовать буквально за минуту. У нас еще тогда был прекрасный функционал, и мы могли по номеру телефона обнаруживать не только его вероятного пользователя, а в случае с Сбербанка СТ, где правдой про инициатора торгов был именно телефон и имейл. Владельцам этого телефона числилось учебное заведение какое-то. Так вот, за пару минут мы смогли обнаружить его местоположение, смогли обнаружить и по второму номеру телефона получателя груза его местоположение, и буквально в течение пары часов злоумышленники были задержаны. Это только несколько критериев. Всего мы выделили для себя, если я правильно помню, 46 критериев, которые не проверяет ни один из сервисов, которые сейчас есть на рынке. Перечислять их очень долго, разбирать тем более, поэтому придется поверить, наверное, немножко мне на слово. Все то, что мы сейчас используем, в большинстве своем, все вот эти популярные сервисы, которые очень хорошо рекламируются, которые кричат, мы проверяем. Нет, 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 вы дырка. Злоумышленнику перескочить через вас, это все равно, что перескочить через турникеты метрополитена. Ситуацию еще можно исправить. Нужны ряд мер со стороны государства. Нужны, разумеется, разумные инвестиции. Нужны разработки новых продуктов. И разрабатывать эти продукты должны те, кто дальше с ними будет работать. Беда многих продуктов в сфере безопасности в том, что их разрабатывают специалисты, которые к безопасности не имеют никакого отношения. Их задача просто собрать большой массив данных, что сейчас делают айтишники. Вот у нас куча массивов. Мы сейчас наберем данные, напихаем их, потом проведем пару-тройку фокус-групп, соберем специалистов, они, может быть, расставят какие-то критерии, и будет прекрасный сервис. Нет, не обязательно подключать 600-700 источников информации. Сделать вывод можно даже по выписке из EGRU о компании. И про это не стоит забывать. В принципе, у нас в наших сервисах это получилось.